Военизированная база развернулась в Цивильском районе. Четыре дня юные патриоты-участники Игорь Зорниц и Орленок соревновались в силе ловкости. О борьбе за победу Юлия Важенина. Полоса препятствий стрельба из пневматической винтовки, кросс на тысячу метров и стафета по плаванию на 50 метров. Все это преодолевали юные армейцы. На этот раз за звание победителей боролось 83 команды. А это 800 юношей и девушек. С этого года еще на стрельбе стреляли ребята с автомата Калашникова, с автомата ППШ и малокалиберной винтовки. Никуда такого не было. Это первый раз в этом году. Команда у меня самая лучшая. Мы все собираемся выбирать военное направление, хотим поступать в вузы. И мы вообще патриоты своей родины. Для Алексея Шмелева самым интересным в этом году стал конкурс найти снайпера. Для этого участникам надо было совершить настоящий марш-бросок. Очень много мы бегали. В одну сторону было вроде 7,5 километров. И обратно еще по лесу. Там рядом болото. Все такое. Было очень интересно. Самое такое запоминающее было вот это. А Егор Селиванов из Батриева участвует в Зорнице с определенной целью. Он мечтает стать спасателем и считает, что именно Зорница поможет ему подготовиться к будущей службе. Я уже участвую не первый год. Мне эти соревнования очень нравятся. В прошлом году заняли второе место. В этом году хотим выиграть. Поехать в Зорнице положиться. Кстати, в этом году игры Зорницы и Орленок прошли в Цивильском районе. На этот раз для участников создали комфортные условия. Жили они не в палатках, как раньше, а в корпусах. Это очень хорошо. Так как утро, когда просыпаешься в палатках, немного холодно. И от этого не очень комфортно. Теперь мы еду сами не готовим. Нам готовят в столовой. Очень вкусно. И это очень удобно. Нет комариков, когда кушаете. Очень чисто. Это хорошо. Четыре дня пролетели незаметно. А за это время юноармейцы из соперников превратились в настоящих друзей. А лучшие из лучших теперь будут защищать честь родной республики на окружном этапе Зорницы и Орленка. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.